Друзья, всех приветствую на ютубе 24 канала. Меня зовут Анастасия Норицына и сегодня у нас стрим с очаровательной Марией Максаковой, оперной певицей, экс-депутатом Госдумы РФ. Мария, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте, Анастасия, я тоже очень рада вас видеть и я приветствую всю нашу аудиторию. 1 декабря в Скопье прошла 30-я сессия Совета Министров АБСЕ и в ней впервые с начала Великой войны принял участие министр иностранных дел России Лавров. Ну и с ним, конечно же, была наша любимая синяя птица Машка Захарова, а там вообще без приключений не обошлось, о них мы тоже вспомним. Но вот хочу вас сразу спросить, как вообще так получилось, что Лаврова допустили на этот саммит? Я раздосадована этим, скажу вам почему. Дело в том, что, например, в прошлом году, когда саммит проходил в Польше, то они и не подумывали о том, чтобы туда, так сказать, направить свои копыта. Ни коня Лавруна, ни всего его табуна, включая его герлфренда синего цвета, Марию Захарову. Значит, что касается того, что произошло в этот раз, понимаете, с одной стороны мы должны, безусловно, ценить тех партнеров, которые друзей, наверное, так сказать правильно, которые разделили позицию Украины. Украина, естественно, бойкотировала выступление, вышла из зала и также поступила Польша и страны Балтии. Вот я хочу просто, чтобы все мы понимали, что, вот знаете, когда уже, так сказать, совсем уже все маски сброшены, что касается бескомпромиссности, остаются, наверное, самые преданные, самые верные. И более того, я считаю, что это те страны, которые понимают, что Россия угрожает и им тоже. Таким образом, мы в какой-то степени, понимаете, еще и сестры по несчастью. Но мы можем дать очень действенный отпор, если, конечно, будем действовать сообща, объединяясь и организовывая военные производства на уже буквально своей территории, устраивая каникулярный режим для тех производств, которые согласятся прийти. То есть условия налоговые должны быть еще более выгодные, чем в тех странах, где они работают и производят свое вооружение. И это же касается, конечно, беспошлиного ввоза всех компонентов, как это было сделано в отношении генераторов, когда прошлой зимой мы могли бы столкнуться с непреодолимыми сложностями по отоплению и поддержанию вообще электроэнергии. И вот были найдены решения, такие, в общем-то, в духе либертарианства, которые показали свою полнейшую эффективность. Сейчас мы знаем, что делегация украинская находится в Соединенных Штатах, в том числе общается с производителями, ведущими, самыми большими, самыми такими прогрессивными производителями вооружения в Соединенных Штатах. Было бы, конечно, здорово, чтобы, если бы им были бы предложены сказочные условия, так сказать, райские с точки зрения полных каникул налоговых, если бы они приехали, пускай даже рискуя, потому что я понимаю, что, конечно, у нас еще не везде существует зонтик ПВО далеко. К сожалению, не все небо закрыто, но вместе с этими производствами, я почему-то думаю, пришли бы и необходимые технологии, в том числе по закрытию неба, более тщательному. И, конечно, это был бы вообще со всех точек зрения, мне кажется, такой вот шаг неожиданный, когда мы не ждали бы от политиков, какого-то, знаете, снисхождения, милости вечной какой-то. Вот, наконец-то бы они решили, там, в конце концов, не участвовали бы в какой-то степени разменной монетой внутри американской предвыборной кампании, а сделали бы шаг навстречу тем производителям, которые заинтересованы в этом. И мне кажется, если бы Украина фактически разместила бы, может быть, договорившись, в том числе с Польшей и странами Балтии, я почему-то думаю, что вот их поведение как раз-таки на вот этом саммите ОБСЕ свидетельствует о том, что они готовы вместе с Украиной делать что-то такое, что отличается от поведения остальных членов, например, ОБСЕ. Теперь давайте коротко про ОБСЕ. Мы знаем также, что начиная с 2014 года к этой организации было много претензий по поводу того, как именно и что она делает под видом одного. Иногда случалось, к сожалению, результат был совершенно противоположный. Поэтому меня не столько даже удивляет их вот эта, как бы вам сказать, неуместная компромиссность, сколько меня удивляет то, что в этот раз мы же должны понимать, что Северная Македония — это еще и страна НАТО. Северная Македония вступила в НАТО, по-моему, стала 30-й страной, когда вступила в 2020 году. И таким образом мы должны констатировать, что весь этот табун Лаврова побывал на территории страны НАТО. Ну, можно привести пример, наверное, только того, как гастролировал по миру Жан-Бедель-Бакаса, патентованный людоед, принимал даже в Советском Союзе кого-то в пионеры с неподдельным, я бы даже сказала, не просто интересом, а аппетитом присматриваясь к юным молодым телам. И вот, тем не менее, он ездил и ездил, ну, до тех пор, пока, в конце концов, в его холодильнике не было фактически обнаружено все то, о чем поговаривали только шепотом. Вот, я думаю, что появление в стране НАТО табуна, значит, из российского МИДа, это как это очень смешно сказал Юрий Великий. Там, кстати, искрометная пародия на это, про как же он изменил слово делегация. Очень смешно у него это вышло, но, видите, у меня вылетело из головы. Ну, ладно. В общем, наши зрители, я думаю, сами найдут. И, в конце концов, я хочу вам сказать, что это окно Овертона, которое, к сожалению, таким образом было приоткрыто, очень досадным образом. Значит, что представляет из себя эта пара и почему он таскает повсюду с собой свое пресс-алкаше? Когда они познакомились еще очень давно, и она работала корректоршей в «Вестнике МИДа». Поэтому мы можем, конечно, сделать небольшой экскурс в прошлое, как они познакомились и как эта шаловливая корректорша «Вестника МИДа» пленила коня лавруна своей шаловливостью, языкознанием, глубокой глоткой и способностями к перевариванию алкоголя, то есть, видимо, еще и печенью незаурядной. Мария, а давайте, прежде чем вы нам расскажете какие-то интересные детали, я расскажу для наших зрителей, почему мы вообще вспомнили о Захаровой, потому что именно на этом саммите ОБСЕ и случилась история, когда именно из-за нее в Северную Македонию Лаврову и его команде пришлось лететь не напрямую через Болгарию, а в объезд через Турцию и Грецию, потому что на борту самолета находилась именно Машечка Захарова. Ну и заметили ее, наверное, по запаху перегара. Но она под санкциями, и ей нельзя было быть на борту этого самолета. Но и попрошу сейчас включить синхрон, услышать, как она это комментировала, и далее мы продолжим. Они же не могут обойтись полностью, без каких-то гадостей и подлядок. И вот буквально в последний момент мы получаем ноту Министерства иностранных дел Болгарии, в котором говорится буквально так, как вы и передали. Самолету лететь можно, а Марии Захаровой находиться внутри самолета нельзя. Это абсолютный прецедент. Я таких историй не знаю. Чикагская конвенция, которая регулирует перемещение самолетов, самолетов, трактует понятие территории как землю и воду. Это не относится к воздушному пространству, где самолет проходит, так сказать, транзитно через территорию государства. Такие меры никогда, по крайней мере, я никогда не слышала, чтобы применялись. Но еще раз, вот в таком глупом свете некие люди в Болгарии, а нам сказали, что это достаточно на высоком уровне принималось это решение, подставили и свою страну, и свой народ. Интересно же, как они подставили свой народ, что не пустили Машечку Захарову? Ну, ладно, продолжайте. Вы знаете, она аж пританцовывала, заметьте. Такое ощущение было, как будто она уже перехватила где-то горячительного и уже готова была очередной раз сплясать калинку от радости, что она все-таки побывает в стране НАТО. Пускай даже для бешеной собаки семверстный крюк каким-то образом долетит. Все-таки, к сожалению, Греция все-таки предоставила это воздушное пространство. И я хочу сказать, что удивляет не то, что именно, так сказать, в отношении нее была избрана эта мера. Удивляет, что Лавров, который точно так же находится под станциями, почему-то получал этот воздушный коридор, что само по себе, ну, так как бы вам сказать, не менее удивительно. Но дело все в том, что она о себе, как можно было заметить из этого синхрона, говорит в третьем лице. Вот это, мне кажется, уже интересная, так сказать, прогрессия ее заболевания. Она уже как бы это заигралась в несколько образов, которые она регулярно создает. Самое, наверное, здесь примечательное заключается в том, что ее Лавров всякий раз спасает из вот таких вот неурядиц, в которые она регулярно, конечно же, попадает, не протрезвев. То есть она и там какие-то вызовы, значит, на какие-то дебаты объявляет Навальному. С утра, конечно, она же ретируется, но что делать, ей там напоминают. Потом она, какой-то у нее был выпад в сторону президента Сербии, когда она высказалась в отношении него, сравнив его с Шерон Стоун и ее, так сказать, знаменитой сцене в фильме «Основной инстинкт». Потом приходилось извиняться за нее, всем даже, кажется, Путина подобному пришлось, так сказать, временно корону куда-то там запрятать в пыльный ящик и все-таки, значит, принести свои извинения за поведение пресс-алкаше. Но, тем не менее, Лавров ее всякий раз из этих передряг как бы вытаскивает. Ну, конечно, не сухой, потому что просохнуть она не может, но, тем не менее, вот вытаскивает в таком склизком, влажном состоянии. И делает он это по той причине, что притворная свадьба, которую они разыграли в Соединенных Штатах Америки, когда там, значит, Лаврову показалось, что надо срочно разыграть в Эдевиле о вспыхнувших чувствах между Захаровой, его наложницей, и водителем, собственно говоря, который, значит, при ООН работает вот в российском табуне, вот в этом, то, значит, соответственно, она в тот момент была беременна, и, судя по экстерьеру того, что у нее, так сказать, из нее выпало, оно как-то больше похоже на все-таки коня, нежели на водителя. И вот это дает основание полагать, что Лавров беспокоится, он известен тем, что он, в принципе, не покидает и заботится о своих детях, несмотря на то, что он разводит разные семьи, одну на фоне другой, то есть сначала у нее его, ну и долго, официально, собственно, это единственная жена-филолог, которая преподавала, значит, русский язык и литературу где-то в библиотеке при ООН. Вот она произвела на свет дочь Лаврова, которую он, конечно, тоже устроил замуж за такого Винокурова, и у них там грандиозный совместный бизнес. В пользу Винокурова группа ВТБ отжимала у Сергея Галицкого магнит и отжала в итоге. В пользу Винокурова много чего делалось, у них большие мощности разнообразных фармкомпаний, которые они там, то есть, ну, всеми способами поддерживают, и многое получается именно потому, что это лоббирует, конечно же, Лавров. То есть, это семейный подряд, и что касается своей дочери от первого и единственного официального брака, то ее он пристроил как нельзя лучше. Было, конечно, приятно посмотреть, как весь табун прогнали из Тбилиси, когда они решили отпраздновать свадьбу брата вот этого Винокурова. Но вот это у них не получилось. Оно, к сожалению, все-таки вояж в Северную Македонию состоялся. И тут я должна сказать, что все эти проявления заботы в отношении Захаровой, я думаю, связаны как раз с тем, что ей удалось, так сказать, пополнить, как это называется, у племенных этих... Владимирскому тяжеловозу, значит, пополнить вот этот зачет по осеменению. И, соответственно, ныне он уже увлекся совершенно другой барышней Светланой Поляковой. И с ней уже предпочитал, ну, во всяком случае, до 2022 года, пока их куда-то еще пускали, проводить время на яхтах и виллах, которые принадлежали и по-прежнему, возможно, принадлежат, если еще не под санкцией Малебу Дерипаски, о чем Полина, вот эта дочь Светланы, радостно сообщала зрителям в Инстаграме, что они чувствуют там себя буквально как дома. Там, значит, этот конь любил покурить дорогие сигары, затянуть, соответственно, дорогой коньяк или виски. И эти, конечно, вылазки регулярные, отдых табуна обходились, разумеется, в круглую сумму олигарху. И надо сказать, что он безропотно, конечно, их там принимал буквально-таки круглогодично. В ответ, надеясь получить послабление у Соединенных Штатов в отношении санкций и запрета на въезд, там просто весь МИД только тем и занимался, что писал какие-то письма, просил, умолял за путинского олигарха. То есть, ну, как бы это такая деятельность странная, в общем-то, в личных целях использовать потенциал своего этого ведомства. Ну и, в общем, короче говоря, если, так сказать, все это свернуть в последний их ваяж, который, еще раз подчеркну, для меня носит крайне досадный характер, они, конечно, преодолели дистанцию, так сказать, другим путем. Хотя, в принципе, Марии Захаровой уже пора бы, наверное, осваивать ступу и метлу. Ей бы, мне кажется, этот вид транспорта подошел куда больше. И я что-то думаю, что по ночам она им все-таки пользуется. Ну и, соответственно, у них это вышло, к большому сожалению. Но думаю, что, понимаете как, это то, что они преподносят своей внутренней аудитории, как преодоление, как то, что вот они смогли, там вот они побывали. Я не могу вам однозначно ответить, по какой причине, несмотря на внутреннее возмущение и протест. Есть очень многих, которые были недовольны там внутри такой для себя неприемлемой компанией. Почему так вышло, и каких денег это стоило в итоге? Была ли в этом или не была в этом коррупция? Это, наверное, должны расследовать специальные органы для этого существующие. Но мне что-то подсказывает, что это какая-то очень грязная история, по той причине, что она вызвала, безусловно, раскол внутри, внутри саммита. И в какой-то степени, я считаю, это даже выглядит, в общем-то, предательством интересов не только Украины, но и стран, которые поддержали Украину, понимая, какая угроза непосредственно им исходит от России. Я еще раз подчеркну, это страны Балтии и Польша. Я очень благодарна этим странам за поддержку. Я очень благодарна за принципиальность. Также хочу сказать, что самая главная сила, на которую надеется весь мир, в том числе страны Балтии и Польша, это, конечно, сбройные силы Украины. И я хочу сказать, что сегодня отмечается Великий день, праздник этих героев, этих отважных воинов, надежда цивилизации. Я это говорю без преувеличения абсолютно. Так это и есть. На их плечах спасается сейчас цивилизация от поглощения варварами. Не просто вот именно, так сказать, в этой конкретной битве, но еще и мы видим диффузные развязанные сражения по отношению к Израилю, потому что за атаками Хамас тоже прослеживается российское влияние. То же самое можно сказать о том, что они сейчас развязывают в Венесуэле. И это вот такой большой обширный фронт на весь мир. Однако самое главное сражение именно в Украине. И именно вооруженные силы Украины — это надежда всего человечества. Я хочу поблагодарить за каждый прожитый день и ночь вооруженные силы Украины. Я хочу сказать, что мой ребенок и я приносим самые искренние слова благодарности. И, конечно, наверное, поздравлять — это такое дело, это, наверное, должны сбройные силы поздравлять друг друга. И это более уместно. Поэтому я, конечно, поздравляю нас всех, что у нас есть эти потрясающие люди, войны, герои, которые защищают нас каждую минуту. И мне кажется, что мы должны соответствовать. Мы должны быть достойными такой защиты. Мы должны тоже каждый день требовать, чтобы Украина была лучше вооружена. Мы должны каждый день тратить определенное время, не только свое, но и призывать наших слушателей и зрителей заходить, находить в социальные сети политиков, от которых зависит помощь сегодня. Просить их о том, чтобы они принимали решения согласно совести, а не согласно какой-то сиюминутной политической конъюнктуре. Поэтому я думаю, что мы должны все действовать, как вам сказать, единым строем. Тремат из три. И для нас, для всех должен быть пример, святой пример защиты и бескомпромиссности, которую проявляет Сбройная Сила Украины. Вот этот пример должен быть у нас всех перед глазами, и мы должны соответствовать этим потрясающим, потрясающим воинам, героям. Поэтому я хочу сказать, что, наверное, сегодня, как никто это понимает, страны Восточной Европы, они стоят плечом к плечу. Мы, я думаю, что все ценим их поддержку. То, что произошло там внутри ОБСЕ и, к сожалению, на территории страны НАТО, это, я считаю, ну, как вам сказать, большой контраст по сравнению с тем, что было в прошлом году. Хотя, как мы знаем, зверства, которые устроила Россия, не только не сократились, но и увеличились с тех пор. Поэтому я думаю, что, ну, нельзя, понимаете, нельзя ослабевать ни на одном фронте, нигде. Информация, дипломатия и особенно, особенно налоговый климат, который должен быть предоставлен производителям. Нам нужно всеми силами добиться, чтобы сбройные силы действительно были вооружены и чтобы все позиции, которые им нужны, были заполнены, чтобы вся номенклатура, о которой говорит генерал Залужный, чтобы все это было предоставлено, чтобы наши партнеры находить способы горизонтальных периферических связей. Я хочу вам сказать, что сейчас многие считают, будто бы, это война какая-то между, так сказать, демократами и республиканцами. Но это не совсем так. Дело все в том, что республиканцы вышли с пунктами требованиями, 12 пунктов требований. Там такой Майк Гарсия, это вообще герой легенда. Это летчик, который стал конгрессменом, и он, кстати, его судьба, его героические вылеты, 30 и более успешных вылетов, которые легли в основу даже голливудских сценариев. То есть он выдвинул эти требования к Байдену, к администрации Байдена. Я бы хотела, чтобы мы понимали, что 12 выдвинутых пунктов, они полностью соответствуют интересам Украины. То есть сказано, что в одном из пунктов, почему и какое вооружение не было предоставлено Украине за весь этот период, которое могло бы уже давно переломить ход событий и добыть победу для Украины. То есть требование, чтобы администрация Байдена отчиталась, почему не было предоставлено дальнобойных ракет-атакам в нужном количестве, почему не было предоставлено достаточное количество самолетов Ф-16. Там на три группы эти пункты разделены. Конечно, прозрачность и стратегия победы. То есть это говорит о том, что республиканцы хотят добыть вместе с нами победу и требуют от администрации Байдена ответа, почему не предоставлено все необходимое вооружение и как они видят эту стратегию в дальнейшем, какие виды вооружения должны быть немедленно предоставлены, чтобы Украина не просто долила сражения и войну, а шла прямой дорогой к тому, чтобы победить и выгнать оккупантов со всей своей прекрасной земли. Поэтому я считаю, что у нас, к сожалению, кроме эмоциональных призывов и надежды на щедрость в какой-то степени, и так, наверное, надо говорить, американского народа по отношению к нам, у нас рычагов как таковых, в общем-то, и нету. Поэтому я рада, что в конце концов, вот на данном этапе, я об этом говорю уже полтора года на своем канале ежедневно, что нам нужно объединяться с теми силами, которые хотят добыть вместе с нами победу. И мы не можем, к сожалению, требовать от Байдена, настаивать. У нас нет юридических оснований, ну просто, знаете, как он сказал, брать там быка за рога, мы вынуждены искать дипломатические формулировки. Так что касается республиканцев, которые требуют это для нас или даже за нас, то я думаю, что самое время, и слава богу, что разворот в украинских СМИ наконец-то происходит, мы начинаем видеть союзников, видеть друзей там, где есть настоящая сила, там, где мы можем объединить усилия. Есть большая украинская диаспора в Соединенных Штатах, есть очень много украинцев, в принципе, в мире, которые тоже могут поддержать это, и, так сказать, не только в социальных сетях, но и разнообразными демонстрациями, разнообразными митингами в поддержку Украины. Мне кажется, что сейчас самое время, потому что это кризисный момент, который создан искусственно. Дело в том, что у администрации Байдена есть еще порядка пяти миллиардов, которые уже были проголосованы Конгрессом, которые в результате какой-то ошибки, представьте себе, бухгалтеров в Пентагоне, не были выделены Украине за весь этот период. То есть эти деньги никуда не делись, они есть в Соединенных Штатах, и, по сути, администрация Байдена в данном случае является просто оператором этих денег. Они должны предоставить их Украине. Как известно, большая часть всех тех пакетов, которые предоставлялись, она предоставляется на самом-то деле на еще когда. То есть на какой-то там 2025, 2026, 2027, 2028 годы и дальше. И эти средства идут на усиление или на поддержку американского производства военного. То есть американцы финансируют свое собственное производство, создают рабочие места. Это все, конечно, делается, в конце концов, в интересах Украины. Но по какой причине этот временной отрезок настолько долгий, почему это делается, и эта помощь, какая запланирована на 2025, 6, 7, 8 год, будет поступать гораздо позже, а не сегодня, когда настолько необходимо на фронте, то в итоге вот этой софистики, которой занимается, по большому счету, администрация Белого дома, мы приходим к ситуации, когда у них есть 5 миллиардов, ну, 4,9 уж точно, потому что есть подсчеты, что вроде бы там 225 миллионов выделялись несколько раз за это время, ну, допустим, от тех изначально 5 с лишним миллиардов, которые являлись ошибкой бухгалтерии Пентагона и были в итоге признаны как недоданные уже проголосованные деньги для Украины, вот сейчас эти деньги без всякого труда в виде presidential drawdown authority можно было бы давным-давно перевести и давным-давно направить на фронт, и давным-давно не просто дать их там в какой-то форме такого вооружения, которое не меняет, как бы вам сказать, соотношение там, в том числе преимущество воздухе, например, не дает. Можно было бы эти деньги потратить непосредственно на ракеты Атакамс и непосредственно, ну, допустим, летаки, говорю, самолеты F-16, допустим, они требуют инфраструктуру, еще что-то, но передать достаточное количество еще дополнительных установок Хаймерс и к ним необходимое количество, действительно большое количество ракет Атакамс ничего не мешает, это переломило бы мгновенно-мгновенно в течение недели ход войны, поэтому когда администрация Белого дома делает вид, что якобы республиканцы не голосуют этот новый пакет и этим фактически останавливают помощь, то это неправда. А у них есть эти 5 миллиардов, которые можно было бы вот ровно сейчас использовать, на тот период пока не найдено решение, потому что для американцев тоже критически важно разобраться с миграцией, разобраться с границей, о чем настаивают республиканцы. И они прекрасно тоже знают, что у Байдена есть 5 миллиардов, которыми он может перекрыть период дискуссии по поводу пакета помощи. Пакет помощи, конечно же, будет проголосован. Спикер Джонсон сказал, что это приоритет наравне с Израилем для Соединенных Штатов, что они никогда в жизни не позволят Путину разгуливать вот так вот дальше и сеять горе в Европе. И поэтому, конечно, это все будет сделано, но я считаю, что в наших же интересах, чтобы Байден ответил на те 12 пунктов требований, которые, наконец-то, ему заданы, заданы той силой, где он не может отказываться, так сказать, от ответа или говорить красивыми словами о том, какой Путин убийца, и в этот же день выходить из договора СНВ. То есть эта позиция, может быть, для него слишком тяжелая, может быть, в его возрасте сложно держать такой удар и бой, может быть, он по этой причине столько тянет, и такие мы наблюдаем проволочки. Но эти проволочки стоят жизни, жизни украинских воинов, украинского мирного населения. Продолжается геноцид украинского народа, который мог бы быть давно уже прерван одним рощиком пера президента Байдена, если бы он предоставил достаточное количество ракет Атакамс, а это он может сделать, повторюсь, у него еще свободных, точно проголосованных, как минимум, 4,5 миллиарда долларов, которые могли бы сейчас, вот сейчас, в период, пока они между собой договариваются по целому ряду других вопросов, у Америки много других своих внутренних проблем, и мы же заинтересованы в том, чтобы Америка была сильная. Для того, чтобы Америка была сильная, у нее должна быть и грамотная миграционная политика, и граница твердая, которая не позволяла бы, как нынче было за последние годы, миллионам, 6, по-моему, подсчитали, нелегальных, 6 миллионов нелегальных мигрантов пересекло границу Соединенных Штатов за последние два года. Но скажите мне, пожалуйста, разве это не является тоже угрозой для Соединенных Штатов? Разве этим им не нужно заниматься в том числе? Мы же заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты были сильными, поэтому я думаю, что у нас есть все основания, во-первых, настаивать на том, чтобы presidential drawdown authorities в размерах уже проголосованных вот этих как минимум 4,5 миллиардов все-таки были предоставлены Украине, потому что это уже дает, и вот это как раз дает юридический рычаг. Конгресс уже проголосовал, американский народ уже дал эти деньги, они просто застряли по какой-то необъяснимой причине, где-то вот на каких-то этапах бюрократии внутри Белого дома, и это мы можем требовать уже сейчас. А вот что касается ответов на 12 пунктов, более того, они еще и разработали целый детальный план, стратегия победы и так далее. То есть это та работа, которую проделывают республиканцы в наших интересах. Я равноудалена, я не то чтобы там за какую-то партию, я вообще либертарианка, дочь капиталиста немца из ФРГ, я либертарианка, я считаю, почему я все время призываю за налоговые каникулы для военного производства, за беспошлиный ввоз всех компонентов, которые необходимы для этого. То есть украинцы сами бы давно все наладили, если бы было больше свободы, и более того, все эти предприятия пришли бы и даже согласились бы рисковать, предположим. Но если бы это давало бы с точки зрения бизнес-стратегии такие условия, которые они не могут получить в других местах. Поэтому я еще раз подчеркну, я не являюсь сторонницей какой-либо партии американской, я равноудалена, просто в данном случае я думаю, что нам нужно объединяться с теми, кто нам действительно сейчас хочет помочь. И я считаю, что мы должны восстанавливать баланс, потому что, конечно, и многие украинские СМИ, как и, конечно, большая часть американских СМИ, они занимались очень долго пинг-понгом и погружали всех в теплую ванну. У американского народа создалось ощущение, что они все нам дали. Они даже не знают подробностей того, что это оказывается запланировано на какие-то там далекие годы вперед. Оказывается, это все будет использовано для того, чтобы фактически инвестировать это в американскую же промышленность, о фактической помощи, которая выделяется, даже процитирую вот эти пункты требования еще раз, капельные, недостаточные вот эти формы проволочек фактически, вечного обещания, вечной нашей надежды на то, что помощь придет вовремя, и каждый раз эти опоздания, проволочки, и фактически только на мужестве и героизме ВСУ порой держится оборона и проводится, кстати сказать, вот в этих вот немыслимых условиях блестящие, успешные наступательные операции. И это я хочу вам сказать, если бы это делали американские генералы, то никогда в жизни без превосходства в воздухе они бы даже не начали их проводить. А украинские ВСУ не только начинают, но еще и успешно их проводят, фактически просто ломая представление о том, как можно воевать, если это делать по-настоящему мотивированно и профессионально. Поэтому все, что я хочу сказать, это давайте посмотрим на те планы, которые опубликованы республиканцами, на те требования, которые они выдвинули. И пока они не добились реального ответа по этим всем пунктам, давайте потребуем, наконец, чтобы нам хотя бы дали эти 4,5 миллиарда на то время, пока они не пришли к окончательному знаменателю, как именно и в каком количестве и чем Соединенные Штаты будут помогать Украине дальше. Да, Мария, я вас благодарю за то, что вы помогаете эту всю информацию доносить до наших зрителей и действительно для тех, кто за рубежом и думает, что, возможно, мы уже тут всех победили. Но это далеко еще не так. Нам нужна помощь. И мы просим ее. Она нам действительно очень нужна. Ну и, конечно же, если мы сейчас вместе все сплотимся, то только так мы можем победить это зло. Поэтому, Мария, огромное вам спасибо за этот эфир и спасибо, естественно, за то, что вы успели нам и рассказать немножечко о Марии Захаровой, которая тоже интересует наших зрителей. Ну, они сейчас вообще устроили свою пропаганду и радуются тому, что сейчас такой минимальный кризис у нас наступил. Мария, я желаю вам хорошего дня и призываю наших зрителей также распространить это видео. Напишите обязательно комментарий, ну и, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всем спасибо за внимание и желаю только хороших новостей. До встречи!